Всем привет! Вы на канале Elizabeth Books и добро пожаловать в прочитанное за апрель. Апрель у меня выдался очень плодотворный, было много интересных книг, о которых хочется рассказывать. И давайте поскорее уже начинать. Мне не терпится поделиться своим мнением об этих произведениях. Начнём мы, пожалуй, с крайней прочитанной книги. Это даже не книга, а огромный комикс от Рэйчел Смайт «Предание Олимпа». Я не устану бы благодарить Юли Букс Раунд Ми за то, что она открыла мне и многим другим читателям комикс «Предание Олимпа». Изначально, да и сейчас это веб-комикс, который существует на простоях интернета. Художница выкладывает свои главы небольшими кусочками. На данный момент там насчитывается 160, кажется, частей. В этом огромном томике собраны только первые 24 главы, но этого мне хватило для того, чтобы влюбиться безоговорочно в эту историю. Я 100% буду читать «Предание Олимпа» дальше и даже, вероятнее всего, сделаю это в электронном формате. «Предание Олимпа» — это комикс, который основан на греческой мифологии. В основном это миф о Персифоне и Аиде, но также тут есть и множество других богов Олимпа. Их истории вплетены в повествование очень органично и смотрятся достаточно достойно. Этот комикс современный, и здесь сплетается не только греческая мифология, но и современные проблемы, насущные вопросы для человека 21 века. У нас есть условно мир богов Олимпа, состоящий из самых современных технологий. Там и клубы, рестораны, постоянные ночные тусовки. Есть мир смертных, где до поры до времени воспитывалась своей деспотичной матерью Деметра Персифона. Мир смертных напоминает некое средневековье, по крайней мере, то время, когда люди еще верили в греческих богов. Но настал в жизни Персифоны тот момент, когда она, наконец, вышла из-под опеки матери и стала полноценной богиней на Олимпе. Она еще очень юна, наивно ее представление о богах разнятся с тем, что она увидела на самом деле. И Персифоне еще только предстоит столкнуться с массой проблем в этом новом непонятном для нее мире. И тем более это становится сложной задачей, когда на пути ее возникает прекрасный Аид, хозяин царства мертвых. А царство мертвых это некая огромная корпорация, где все постоянно в таких темных, пугающих тонах, оттенках, где люди заняты именно бюрократичной работой. Миры этих персонажей соприкоснулись. И теперь, как я понимаю, нас ждет длительное развитие их отношений. В первом томе показана вот самая-самая завязка, самое начало, как Персифона только обживается на Олимпе. Я начну с того, что несмотря на то, что вся история завязана и на мифологии, и на каких-то современных мотивах, это все смотрится очень органично, автор умеет вплетать так сюжеты в повествование, в какие-то детали, что у тебя даже не возникает вопроса, почему это смотрится именно так, а не иначе. Плюсом мне очень нравится рисовка, у художницы определенно есть талант. И вот то, как она совмещает такие яркие розовые оттенки и оттенки более насыщенных цветов, темных цветов, голубого, черного, это не может не зацепить взгляд. И вот такое сочетание цветов Персифоны и Аида, оно сразу же настраивает на какой-то романтичный лад. Но это не полностью история только об Аиде и Персифоне. Нам также раскрывают и других греческих богов, богов Олимпа, и Геру, и Зевса, и Посейдона, и многих других персонажей, друзей Персифоны. Мне понравилась история Эроса, которая раскрывается в первом томе. Любопытно посмотреть, что с этим персонажем будет происходить дальше. Ну и, конечно, Персифона и Аид заняли определенное место в моем сердце. То, с чем предстоит еще столкнуться этим персонажем, я чувствую, это будет очень эмоционально, очень довязчно читателя. Уже в конце первого тома происходит момент, который уже выбивается из такой более спокойной, атмосферной сказки, историй, задает всему повествованию совершенно иной том. С удовольствием буду читать дальше и уже влюблена в предания Олимпа. Все, кто еще раздумывает, нужно ли знакомиться или все-таки нет, я думаю, стоит попробовать. Тем более, если вы любите греческую мифологию, это будет достаточно любопытно. Еще одна моя бескраничнейшая любовь, история, которая подарила мне множество положительных эмоций, ярких впечатлений, которая в целом открыла для меня мир русскоязычного Young Adult Fantasy в новом свете. Я говорю о цикле Анастасии Егор «Ковен. Озеро Шамплейн» и «Ковен. Тысяча костей». Это финальная третья часть трилогии, которая увидела свет только этой зимой. Я прочитала и осталась под очень большим впечатлением. Я даже не могу описать, насколько же я люблю цикл о Ковене, насколько это моя история по юмору, по подаче материала, по героям, по тем сюжетам, которые здесь раскрываются. Наверное, Анастасия Егор один из самых таких современных писателей именно в русскоязычном Young Adult Fantasy для меня значимых. Я не могу описать, насколько я люблю ее цикл о Ковене. К слову, нужно ли мне делать отдельное видео, обзор, отзыв на весь цикл. Теперь-то он у меня прочитан, и я могу полноценно высказать свое мнение о персонажах, о деталях сюжета. Если вы хотите увидеть такое видео, то непременно дайте мне знать в комментариях под этим видео. Но последняя часть, признаюсь, немного потрепала мне нервы. Я сидела в напряжении, мне было интересно, что произойдет дальше с нашими главными героями. Я не думаю, что тут стоит говорить что-то о сюжете, потому что книги все взаимосвязаны, и мы продолжаем пути наших главных героев, продолжаем наблюдать за жизнью их Ковена. И признаюсь, вначале у меня сердце немного билось от страха за многих персонажей. Я очень за них переживала, не верила до конца, что все обойдется благополучно. Несмотря на то, что книга вышла и так объемной, мне бы хотелось, чтобы она была еще больше, чтобы мы увидели еще больше сцен с нашими любимыми героями, с Коулом, с Одри, с другими персонажами, с Диего, Морган, Тюльпаной. Они все мне стали настолько близкими персонажами, что я просто не могла отпустить эту книгу спокойно. На финале я улыбалась, не могла сдержать улыбку, не смогла сдержать своих эмоций, каких-то касаемых именно завершением данного цикла. Эти сюжеты, эти истории останутся, наверное, в какой-то мере со мной еще очень-очень на долгое время. И я сто процентов буду когда-нибудь и перечитывать Ковен, когда захочу вернуться вновь в эту историю, вновь пережить все запоминающиеся моменты с персонажами. Наверное, только я скажу, что мне хотелось видеть немного другие финальные арки для некоторых героев, например, Ферон или тот же Гидеон, Тюльпана. Я почему-то представляла, что в финале будет нечто совершенно другое, по тому, что я прочитала во второй части Ковен Заблудших Ведьм. Однако мне хватило и того, что показали в прологе. Это лучше, чем ничего. И некоторыми своими любимыми второстепенными героями я была довольна, довольна и приятно удивлена, что автор все-таки дала нам намеки на то, что, возможно, было дальше в будущем, которое нам уже не покажут. В общем, буду ждать комментариев о том, нужно ли полноценное видео по Ковену. Если возникнет такая необходимость, если у меня будет вдохновение, то я, разумеется, его сниму. Я очень люблю отдельные обзоры. Другой вопрос в том, что актуальны они или все-таки нет. Но Ковен это действительно вещь, и я всем рекомендую, кто еще не читал, не знаком с этим циклом, хотя бы попробовать ознакомиться. Давайте продолжим череду разговоров о русских авторах и перейдем к Лии Арден и ее невесте ноября. Во-первых, что хорошо в этой истории, это то, что это однотомник, история завершена. А во-вторых, это очень своеобразный ритейлинг, сказка о 12 месяцах, переработанная с новой любовной линией, с новыми интересными поворотами сюжета. И я читала эту книгу в марафоне «24 часа чтения», который вышел совсем недавно. Если вы еще не смотрели, то настоятельно рекомендую посмотреть то видео. Там много всего интересного. И в этом мире, в мире этой истории, зимы не было уже очень-очень много лет. Люди уже, в принципе, забыли, что это за явление, однако передают из уст в уста предания об ужасах зимы. И те дети, которые были рождены в период декабря, января и февраля, считаются колдунами. Их коснулась зима, а это значит, что ничего хорошего от таких людей не жди. И их по традиции относят в проклятый лес, где детей, по преданиям, забирают зимние месяцы. Однако наша главная героиня Яра, у нее черные волосы, серые глаза. Казалось бы, она полностью принадлежит декабрю, но родилась она на перекрестке времени между ноябрем и декабрем. И никто ее не забрал в этот зимний лес. Она осталась жива, осталась жить в своей семье. Но так ли это на самом деле, и что вообще скрывается за этой историей, Яре предстоит узнать уже в более взрослом возрасте. И мне понравилось то, что это зимняя сказка с легким привкусом неких приключений, любовной линией, потрясающей атмосферой, русским фольклором, русским антуражем. Это нельзя не замечать. И вот почему-то эта история мне показалась очень спокойной, очень гармоничной, умиротворяющей. Ее было интересно читать. И с каждой главой ты все больше и больше привязываешься к персонажам. Конечно же, получаешь множество неожиданных поворотов сюжета, особенно в конце книги. Концепция того, что есть 12 месяцев, 12 волшебников, братьев, и дети, рожденные, обычные, смертные, в какой-либо месяц наделены определенными характеристиками внешности или характера, мне очень понравилось. Это было интересно, это было довольно-таки необычно. Книжка совершенно небольшая, но это именно та история, которую приятно прочитать за день или два. Она точно подарит вам множество положительных эмоций, как подарила их мне. Ее можно читать вне зависимости от сезона. Она пойдет хорошо, я думаю, и весной, и летом. Главное, чтобы у вас было вот такое сказочное настроение и приятное предрасположение к самой книге, чтобы она вам точно понравилась и подарила все необходимые чувства и ощущения. Ти-Джей Клун, Дом в лазурном море, книга, которая получила очень много положительных отзывов, и именно поэтому я ей и заинтересовалась. Изначально я не планировала ее читать, но как только увидела, что книга получила такой большой ажиотаж среди русскоязычных читателей, что у нее такое потрясающе красивое оформление, я решила, что мне это нужно, и я непременно должна прочитать в живых чтениях, в марафоне с вами эту книгу. Я ее прочитала, и скажу вам, я не разочаровалась в том, что ждало меня на страницах истории. Эта книга рассказывает нам о Линусе Бейкере. Он уже около 17 лет работает в отделе по делам с магической молодежью. Он занимается тем, что инспектирует приюты, где как раз и живут дети, обладающие паранормальными способностями, дети, которые относятся к определенному магическому виду. Он исполняет свою работу достаточно прилежно, не хочет ничего менять в своей жизни, но однажды ему выпадает честь провести очень важную инспекцию на загадочном острове, в загадочном приюте, где живут не совсем обычные воспитанники. Среди них есть сын Люцифера, Виверна, непонятное создание, не то ребенок, не то какое-то животное, девочка-гном, неопознанное зеленое существо, которое даже не могут как-то характеризовать и отнести к определенному виду, лесной спрайт и мальчик-оборотень, который в экстренных ситуациях пугаясь превращается в небольшую собачку. И Линусу надо как-то понять, что вообще происходит на этом острове, как живут дети, что они из себя представляют. Конечно же, он сталкивается не только с детьми, но и с тем, кто управляет этим приютом, загадочным Артуром, который скрывает тоже немало тайн. И Линусу нужно понять, что это за тайны, и вытащить их на свет. Во-первых, мне бы очень хотелось отметить, что это необыкновенно добрая история. Вот именно добрая, где добро всегда побеждает зло, где милосердие – это очень важное качество. Она учит нас состраданию, прежде всего состраданию детей к детям, к пониманию того, что дети в любом возрасте, в любом внешнем виде, с любыми чертами характера все же остаются детьми, и им нужна любовь, нужна поддержка, забота взрослых, которые могут за них постоять, которые могут их защитить от опасного внешнего мира. Вот обложка такая детско-сказочная, возможно, мультяшная, и почему-то все содержимое книги представлялось мне каким-то очень ярким, насыщенным мультфильмом. Я думаю, если его адаптировать, убрать там некоторые моменты и в целом предоставить как кинокартину для детей, я думаю, и детям, и взрослым, и подросткам это все должно очень понравиться. Вот есть что-то в стиле Pixar, в стиле Disney в этой истории, однако она по-своему и предназначена для взрослой аудитории. Тут затрагиваются непростые, сложные темы поиска себя, своего места в мире, отложенности своей желаний, своих каких-то целей, планов на жизнь. И тут вдобавок присутствует романтичная ЛГБТ-линия между некоторыми персонажами. И я в целом не понимаю, зачем тут вообще любовная линия, но есть и есть. Она абсолютно не делает никакой погоды, никакой атмосферы. За ней тоже в целом очень приятно наблюдать. И она, я бы сказала, больше служит таким фактором для понимания главным героем, Линусом, того, что вообще он хочет в этой жизни, что для него по-настоящему важно, чем он хочет заниматься в этом мире. Книга хороша, от нее тоже веет теплом, спокойствием. И вот эта вот обложка, описание моря, которое здесь присутствует на страницах романа, оно все сразу подталкивает тебя к лету, навевает на мысли, о, лете, тебе уже хочется перенестись куда-то туда, поближе к морю, в лес, куда-то на отдых. Вместе с нашим главным героем, но это не отменяет того также, что ты размышляешь по мере прочтения книги над какими-то своими проблемами, вещами, о которых 100% стоит задуматься. Так что тоже однозначно рекомендую. И книга очень теплая, повторюсь, мне понравилась на все 100%. Последняя история, которая вот в целом тоже хороша, но на фоне прочитанных ранее книг, они были, повторюсь, безумно сильны по эмоциональному эффекту, по моим личным впечатлениям и ощущениям. Поэтому морфа Амелии Грэм где-то на ступень пониже. Я не говорю, что это плохая история, она просто подана по-другому и вызвала у меня совершенно другие эмоции, нежели остальные книги из этого видео. Но начнем по порядку. Это история о загробном мире, и меня очень привлекает такая тематика, я в целом люблю всё потустороннее. Наш главный герой просыпается в лодке, и он не понимает, как он сюда попал, что это за человек перед ним, почему они посреди очень странного озера, и его собственная смерть, объясняет молодому человеку, что он, в общем-то, уже умер, попал в загробный мир, и теперь ему предстоит разбираться с собственной потусторонней жизнью, с собственной смертью. Однако Флинн, наш главный герой, абсолютно не помнит, как он умер, при каких обстоятельствах, что ему нужно сделать, чтобы идти дальше, и начинается его путешествие, по сути, по загробному миру, по закоулкам собственной души, ему нужно будет пройти испытания на пути к новой лучшей жизни, и не все эти испытания будут даваться Флину однозначно легко. Мне понравилась вариация на тему того, что происходит уже за гранью жизни, как там все устроено, достаточно любопытная система вот этого загробного мира, действия некоторых законов этого мира, то, как души попадают из чистилища либо в некий ад, либо в рай, что они делают для того, чтобы попасть туда, что они делают для того, чтобы очистить собственную душу, собственные помыслы. Но основная проблема, которая у меня была в этой книге, это ее, наверное, какая-то наивность. Мне было мало именно психологии персонажей, мне хотелось увидеть больше характеров, увидеть их намного ярче, чем их представил автор, проникнуть в их мысли, в их переживания. По сути, я смогла это сделать только с одним второстепенным персонажем. Его я полностью прочувствовала, и это была очень проникновенная история. Но вот наш главный герой Флинн и его знакомая подруга, девушка, из-за которой он очень страдает, Кейти, как она попала в этот загробный мир, это меня почему-то тронуло меньше всего. Я даже не знаю, есть ли смысл читать вторую часть, «Мертва голова», она уже вышла из предзаказа, ее спокойно можно купить. Но нужно ли, если история, в принципе, для меня лично смотрится закончена? Вот это большой вопрос, я сама не знаю пока, как на него ответить. Но если вы любите тематику загробной жизни, если вы любите нечто потустороннее, немного философии, немного размышлений о жизни, о смерти, о судьбе, в целом поразмышлять о чем-то таком вечном, то вам морфа точно понравится, вы получите определенную долю удовольствия, читая эту книгу. Я не говорю, что она плохая, она хороша в своем роде, хороша по своему стилю, по миру, который придумала автор, и действительно заслуживает внимания от читателей. Вот такая вот яркая, аппетитная стопочка, прочитанного за апрель, у меня получилась. Совсем скоро начинается череда экзаменов, череда подготовки к этим самым экзаменам, сессия, и я настроена очень расшительно, в этот период у меня, как всегда, получается читать намного меньше, но все-таки я планирую кое-что прочитать, планирую еще рассказать вам о многих-многих книгах, пишите, что из этого читали вы, возможно, мы сможем обсудить какие-то произведения, мне будет интересно узнать ваше мнение, так что пишите комментарии, ну а с вами, как всегда, была Элизабет Букс, увидимся мы совсем-совсем скоро уже в новом видео, и всем пока-пока!